Необоснованное разделение присваивает частям сложной системы свойства, составляемого ими целого. Например, пирожное сладкое, следовательно, все его ингредиенты сладкие. Ну или такое рассуждение – люди обладают сознанием, люди состоят из атомов, следовательно, атомы обладают сознанием. При кажущейся наивности таких выводов немало культов и вероучений построено на таком шатком основании. Так, либеральный богослов и антрополог-эволюционист Ярдышарден разработал новый философский подход к Дарвинской сфере эволюции. На самом деле данная сугубо пантеистическая идея не имела ничего общего ни с наукой, ни с религией. В природе повсеместно наблюдается не слияние простых структур сложных, а наоборот распад, разложение, деградация, описываемые законами термодинамики. Писание учит, что именно человеческий грех является причиной появления смерти и страданий. Но милостивый Бог послал Сына Своего в мир, чтобы он умер на Голгофском кресте, чтобы искупить грех и дать всему творению возможность избавиться от этого самого рабства тления, даровать спасение каждому человеку, а не некой совокупной мыслящей материи. В наши дни подобная ошибка прослеживается в тенденциях, наблюдаемых в ювенальной юстиции. Данное направление в правоведении возникло в XIX веке с целью защищать несовершеннолетних правонарушений от равносуровых наказаний со взрослыми. Вместо этого детей стали отпускать под ответственность органов попечительского надзора. Сегодня же под ювенальной юстицией понимается уравнивание детей в правах с их родителями по схеме. Гражданское общество строится на демократических принципах, семья – ячейки гражданского общества, следовательно, семья должна строиться на демократических принципах. То есть голос любого человека, взрослого или ребенка, того, кто несет ответственность или безответственность, должен быть равен. В итоге детям, не несущим ни правовой, ни финансовой и по большому счету даже моральной ответственности, предлагается предоставлять равные права в принятии семейных решений. Например, какие траты семейного бюджета считать более приоритетными? Оплату коммунальных счетов или покупку конфет. В многодетной семье исход прямого всеобщего равного голосования вполне предсказуем. Писание же накладывает на детей и родителей, хоть и взаимные, но различные обязательства. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Послание Колоссянам, 3 глава, 20 и 21 стих. В общем, не стоит думать, что если машина легко развивает скорость 100 км в час, то крышка багажника сам по себе способна на то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok